В этом видео история о полном беспределе в ветеринарной клинике «Зоопорт». Просроченная еда. Кто вообще за кормом следит? Это наше обещание всей сети. Просроченные лекарства. Животные потом травятся этим. Вызов полиции. Вызов участкового. Завараж. Отсутствие сертификатов. Это просто тяжело. Она должна быть здесь, пока кто в бумажном виде. Отсутствие лицензий. Натемизия не меняет. Накрученные отзывы. Стажеры вместо врачей. Да, большинство, то есть большинство практикантов в медколледжах могут провести кастрацию, при этом совершенно не на портачах. Отсутствие врачебной этики. Вас это касается? Или что? Или что? У нас или что? Потому что из-за ветеринарной клиники «Зоопорт» не стало нашего кота. Абсолютно не жалко. Не жалко моего котика? Абсолютно. Нас, конечно же, обвинили в хайпе. Но обо всем по порядку. Реально, ну о таких вещах очень тяжело говорить. И уж тем более о таком очень тяжело говорить на всеобщее обозрение. Как начинать это видео, я не знаю до сих пор. Всем привет, меня зовут Лиса. И это история о том, как у *** нашего кота в зооклинике. Я не знаю, как начинать это видео, поэтому давайте перейдем к сути деталей. Представляю вашему вниманию ветклинику «Зоопорт» в самом центре Москвы. У них множество отделений, но наша трагедия случилась в том, что находится на Даевом переулке. Почему выбор пал на эту клинику? Удобное расположение и прекрасные отзывы. И действительно, глядя на отзывы, у вас не возникнет сомнений. Жаль только, что мы узнали, что отзывы накрученные уже после того, как не стало нашего кота. Его звали Пич. Вот реально, я хочу, чтобы как можно больше людей узнали про всю эту ситуацию. И не водили туда своих питомцев. Но обо всем по порядку. Трагедия произошла с котом моей подруги. Почему в начале этого видео я говорю, что эта трагедия произошла с нашим котом? Извините, я буду говорить спутно, потому что для меня это огромный стресс. Это кот моей близкой подруги, которая заменяет мне сестру. Мы 17 лет дружим. Я видела, как... В общем, я видела этого котенка, когда он только у нее появился. Я практически каждый день с ним проводила. Как человек, у которого много животных. Я давала много советов. Я рассказывала на тему воспитания. Я видела, как малыш рос. Как вот он дорос до своих 8 месяцев. Поэтому я просто... Ну, я не могу не называть этого кота своим. Потому что он для меня такой же близкий, как... Ну, я не знаю. В общем, ладно, ребят. В одно утро я получаю такое сообщение. Я понимаю, что нахожусь в другой стороне. И у меня начинается паника, потому что что я могу сделать? Я могу только помочь распространить. Я могу просить моих знакомых людей пойти разбираться, которые при этом еще, ну, не испытают стресса и смогут снять. Понимаете? Это тоже не каждый друг. Не каждого друга можно попросить. И когда взрослому человеку звонят из ветеринарной клиники, со смехом сообщают о том, что кот не пережил операцию... Кажется, что это шутка. Как так? Почему о кончине печа сообщили чуть ли не через смех? Вам кажется это привлечением? Посмотрите видео до конца, и вы сами все увидите. Надо быть дураком, чтобы не понять, что дело не чисто. И мы решили разобраться, что не так с местом под названием зоопорт. Спойлер, все. Поэтому я хочу, чтобы их знали все. Печа больше нет. Я в другой стране. И я понимаю, что мне нужна помощь. Помощь людей, которые смогут снять весь беспредел, которые смогут дать контент, чтобы я смогла его распространить. В панике пишу моей знакомой блогерши, которая специализируется на трэш вообще лютых обзорах, Молотовой. Возможно, вы даже ее знаете, потому что у нее самые жесткие видео из этой серии. И просто я набираю вот таким руками, потому что ты понимаешь, что ты можешь мне нахер послать. Потому что какого вообще хрена лица ты мне пишешь и просишь меня пойти разбираться? Это вообще что за детский сад? Но я ей пишу, и она мне отвечает. Она в ужасе, но она соглашается мне помочь. Просто так. Все, что я могу сделать, это рассказать вам про эту ситуацию, распространить это видео, выложить его. Я очень благодарна девочкам, что они помогли снять весь этот контент. Я бы сказала вам приятного просмотра, но ничего приятного там не будет. Добрый день. Давайте посмотрим продукцию. Что вы делаете? Знакомимся с вашей продукцией. Постановление на учет физического лица. Можно, пожалуйста, еще книгу отзывов, предложений и также посмотреть лицензию. Существление деятельности. Да, я же не знаю. Я не знаю, не знаю, не знаю. Как это не знаете? Она должна быть. Я тут на замене. Ну, зовите того, кто старше. Кто у вас сегодня отвечает? Нет, нельзя. Отказано. Если вы не поняли, она просто ушла. А дальше вышел ветеринар, собственно, который лишил жизни нашего кота. Вы за старшего, да? За старшего. Нужен кто-то, кто разбирается хоть в чем. Лицензию можно посмотреть, пожалуйста? И сертификацию на продукцию? Вот администратор. Администратор у вас ничего не знает. Ну, так ничего, прекрасно, но и не так. Я сейчас монтирую видео, я поняла, что я не ответила на один важный вопрос. Собственно, с какой целью мы вообще пришли в клинику? Ну, в плане, ребята пришли в клинику. Ребят, на самом деле, все очень просто. Кота не стала из-за кастрации. И это та процедура, это та операция, от которой животные не должны страдать. И не должно быть никакого летального исхода. О чем даже подтверждают во время звонка в этой клинике. Администратор, понимаете, по телефону говорит, что это та операция, которую может провести даже практикант. Элементарная операция, элементарная операция, ее могут сделать даже практиканты. Собственно, раз такое произошло, значит, проблема не в процедуре, а проблема в клинике. Почему так произошло? Если вы думаете, зачем они вообще пошли искать просрочку, зачем вот эта вот вообще суета появилась. Потому что нужно было понять, что с этой клиникой не так. Первая мысль была, что во время процедуры что-то пошло неправильно. Может быть, кололи, собственно, сам какой-нибудь наркоз просроченный. Может быть, врач был некомпетентный. Может быть, вообще этот врач не должен был проводить эту процедуру. И поэтому очень нужно было, чтобы ребята туда пошли и хоть что-то нашли. Понимаете? Потому что, ну, не бывает такое, что просто так, бац, и все, и нет животного. Когда это все произошло, ну, первая мысль была, ну, не могло так просто произойти, понимаете? Не могло. Итак, вернемся к зоопорту и пройдемся по всем его ужасам. Один отсутствие сертификатов. Вы клиент. Вы не предоставляете. Я потребитель. Не вопрос. Но требую. Для каких-то, чтобы вы... Почему? В законе написано, что могу. По первому требованию предоставляется. Закон о защите прав потребителей. Средний вопрос. А? Так, и... Ну, и я у вас требую, вы не предоставляете, вы отказываетесь. Правильно я вас понимаю? Да, у администратора обязанность, если потребитель что-то запрашивает из документов, разрешенных из уголка потребителя, или касательно сертификации продуктов. По первому требованию это предоставляется. Как вы поняли, ни сертификатов, ни лицензии, ничего или не было, или выдавать не хотели. А администратор вообще ушла. Два, просроченная еда и лекарства. Следующая задача была понять, есть ли в этой ветеринарной клинике зоопорт, просрочка, продают ли там испорченную еду, продают ли там испорченные лекарства, потому что на этом основании уже можно было звонить в полицию. И да, к великому сожалению, а почему к сожалению? Да потому что я не хочу, чтобы животные ели испорченную еду. Вообще, понимаете, я не хочу, чтобы животных лечили испорченными, медикаментозными всевозможными средствами. В спокойности, два года. Я этого не хочу. Но они нашли это сразу, понимаете, заходишь в ветклинику, ты подходишь к стойке с едой, и там практически вся еда просрочена. Вы просто вдумайтесь, вся еда просрочена. Это тоже, например, на какой же срок, да? Ну, первое, ну, третье. Просто запомните этот логотип, запомните этот адрес и это место, потому что если вы вдруг туда придете, с вашим животным что-то случится, вас обвинят в хайпе и скажут, что вы тут пришли, чтобы людей запугать и мешать их работе. Просто по-вашему мы бы типа хайпили на смерти животного. Купляется, она купляется, и не сможете сделать разные путёки. Ну, я уже не знаю. Если вы сюда за просмотрами пришли, вы захожите какой-нибудь путёк, который, ну, например, там 8 месяцев, да, в съездке у него? Как считаете? Ну, через съездку мы пришли. В ветклинике заопорт была найдена просрочка. Кто вообще за кормом следит? Ну, это наше упущение всей сети. То есть у вас постоянно такая проблама? То есть в этой ветклинике вы можете приобрести тухлячок для своего питомца. Здравствуйте, я бы хотела бы помнить. Здесь предоставляют продукцию с истечённым сроком годности. Сексификацию не предоставляют. Сейчас девчонки проверяют продукцию, которую набрали, чтобы мы всё поняли правильно, что продукты действительно с истёкшим сроком годности, да? Да, вот этот истёкший. Я на самом деле доверяю зоомагазинам, зооаптекам и всяким такого рода заведениям. Я доверяю, потому что животные – это маленькие существа, которые ни в чём не виноваты, понимаете? И когда им, их кормят просрочкой, да, когда вот настолько руководству данного заведения плевать на состояние животных, что с ними будет, грубо вот такая история у нас и получается. Значит, вот считаем, смотри, 18 месяцев срок годности, плюс 12 месяцев, ну, типа, считаем, 0103-2023 год, да? И плюс, сколько у нас получается? Плюс 6 месяцев. Ну, да. До первого. Это просрочка. Это тоже? Ты проверила? Ну, такой же просрочек, да? Вон, девчонки такие молодцы, смотрите. Чистят, чистят полки от тухляка, да? Угу. Получается, это всё торгует. Хотелось бы ещё, на самом деле, посмотреть, в каких сроках находится лекарство, да? Потому что это ещё опаснее может оказаться. Ужасы зоопорта номер 3. Необученные сотрудники. Я не буду комментировать. Ладно. Теперь у меня будет вопрос. Я в этом не эксперт, но я знаю, что есть очень много людей, которые в этом разбираются. Итак, если в заведении продаётся просрочка, обязан ли администратор уведомлять владельцев о том, что, собственно, здесь просроченные товары находятся? Кто вообще вот несёт ответственность за то, что просроченный товар не убирается из зала? И кто виноват, если владельцы в курсе? Но не убирают просрочку, а продолжают ей торговать? Может быть, кто-то старше имеется у вас здесь? Девушки, звонили. Но желательно, чтобы он был на месте. Всё-таки администратор наделяется определёнными обязанностями. Вы это понимаете? Я в этом. Так же определённые обязанности. Хреново врач обязанности свои знает. Результат его определённых обязанностей – довести здорового кота до того, что он не проснулся. До того, что мы получили вот это. Результат его обязанностей – это не иметь в заведении, в котором он работает, лицензии, не иметь сертификатов. Ну, или не знать, где они находятся. Результат его обязанностей – сообщить с улыбкой о кончине питомца. Результат его обязанностей, видимо, – это обвинять друзей человека, питомца которого он несколько часов назад убил в хайпе. Обязанности. Можно вас попросить? Вот эти два препарата, пожалуйста, достаньте. Не-не, мне просто... Дайте, пожалуйста. Спасибо. Всё, просрочено. Просто беспредел. То есть ваше руководство не позаботилось, да, о вас как о сотруднике, не объяснило, чем вы должны тут заниматься. Правильно я понимаю? Не плачьте. Просто слезами здесь не поможешь. Это вот по факту. Это же животные потом травятся этим. Это просто тяжело. Она должна быть здесь по факту в бумажном виде. Передайте своему руководству, чтобы она сюда ехала с этой лицей. Я могу в фотошопе сейчас сделать вам такую же. Ну, согласитесь, бред вообще какой-то. Как думаете, приедет ли руководство? Как вы понимаете, владельцы ветеринарной клиники «Зоопорт» уже в курсе. Откровенно говоря, они были уже в курсе в тот момент, когда администратор первый раз покинул свое рабочее место. Вы знаете, вся эта история продолжается 4 часа. На протяжении 4 часов в клинике «Зоопорт» происходит то, что вы сейчас наблюдаете. Давайте же посмотрим, чем занимались владельцы в этот момент, после того, как их поставили в известность. У тебя в твоем заведении происходит то, что происходит. Твои сотрудники ни хрена не имеют. У них нет лицензии, у них нет сертификатов. Их спалили с просрочкой, к ним едет полиция. А ты выкладываешь видео «Кофеек, чаек»? Это как? Я не понимаю, как это происходит. Я не понимаю с точки зрения просто обычной банальной человечности, как такое может быть. А потом, через несколько дней, когда я уже заканчивала монтаж видео. Это 22 сентября было. Я снова зашла глянуть и проверить, что нового я увидела у владелицы Эта. Какой классный сентябрь. А я была в ветеринарной клинике «Зоопорт» на Сухаревской. Да, и в переулок. А где история про то, что у вас животные погибают? Про просроченную еду и лекарства. Какой классный сентябрь. Я в акере. Честно. Ребята, где здесь лицензия, где здесь какие-то документы, где здесь вот в уголке потребителя также должна находиться вот эта книга отзывов, да, которую нам как бы предоставили, но она должна быть здесь в доступе для потребителя. Правила торговли, закон о защите прав потребителя. Все остальное, что необходимо именно для деятельности, оказывающей животным помощь, правильно, первомедицинскую. Мы с этим не можем ознакомиться, нам это не предоставляют. То есть это получается... Мне дали ответ, но вот смотри, что я нашла. Я спросила, где. Вам не кажется странным, что администратор ничего не знает? А лицензия будет? Я у вас не только про лицензию спрашиваю, я вас спрашиваю про декларацию соответствия на товар. То есть вы этот товар приобретали официально или вы его закупали на рынке? Вот меня этот вопрос интересует. Я просто администратор. Я не забываю пары. А вы знаете, что у администратора имеются обязанности? Мне приходит поставка, я это вношу, все сделаю. Что было важнее того, чтобы приехать в свою же клинику? Ну, например, привезти сертификаты, если они есть. Привезти лицензии. Ну и вообще разобраться, как же так происходит-то с кормом, с лекарствами, с просроченными. Ужас изоопорта номер 5. Накрученные отзывы. Давайте немного отвлечемся и почитаем отзывы. Ставят положительные оценки те, у кого незначительные проблемы. Например, кто пришел когти подстричь. А люди с проблемами, они все как один пишут ужасные вещи. Как я узнала, что тут адская накрутка прочитала об этом, собственно, в отзывах других людей, кто столкнулся с таким же адом в этом месте. В месте, которое должно было лечить животных, а не калечить их. Кстати, персонал в клинике в какой-то момент сам проболтался, что отзывы действительно контролируют. Как вы считаете, как врач, это правильно, что я не делаю сегативные комментарии? Отзывы прочитаю. Это что, среди человека или не в клинике? Как считаете, нужно сказать. У человека нет имиджа, репутация есть репутация. Понятно. На самом деле, если исследовать отзывы не на предмет пятизвездочных, которыми просто завален весь интернет, можно найти настоящее золото. Например, в данном отзыве говорится о том, что на рецепшене сидят девочки, которые вообще не ориентируются в анализах. Как мы понимаем, в документах они тоже не ориентируются. Я не могу вам точно ничего сказать, я администратор. Своей должности они не понимают, и вообще они здесь на замене, и, судя по всему, не работают. Такое вот качество услуг. Через несколько дней, когда не стало печа, мы решили позвонить в зоопорт и вообще понять, насколько серьезная это была операция. Потому что, возможно, действительно очень серьезная, несмотря на то, что зоопорт везде, в каждой своей социальности пишет, что это ерунда. И вы знаете, в этот момент мы испытали еще больше шока, хотя куда уж еще больше. Но после этого будет еще больше шока. Вы у нас впервые? Да, впервые. Тогда я сделаю новую карту. Да. Я бы еще хотела несколько вопросов задать, можно? Вы можете задать вопросы, если они в моей компетенции, я вам отвечу. Смотрите, у меня собачка Джек Рассел 8 месяцев. Вот, я переживаю, не слишком ли рано я делаю кастрацию. 8 месяцев это в самый раз. Отлично. Ну, нет никаких рисков там, я не знаю. Как вообще происходит? Первый раз делаю, даже ранее собак не было. А как это все через наркоз делается, правильно? Да, конечно, конечно. Ну, а вообще, ну, это безопасность, которая лучше? Это полная ситуация. Это, да, кастрация гораздо более безопасная и быстрая процедура, чем стерилизация. Врач, ну, опытный, не знаю, просто так переживаю за собачку свою, поэтому спрашиваю. Ну, и кастрация это элементарная операция, ее могут сделать даже практиканты. А врачи у нас все здесь опытные хирурги. Так, кастрация может выйти примерно в 9500-10 тысяч рублей. Это, кстати, меньшее зло из всего возможного, но когда я листала отзывы и искала настоящие, они накрученные, положительные, я нашла огромное количество отзывов, где клиенты жалуются на то, что цены на сайте указаны одни, по факту другие. Я понимаю, что в рамках этого видео вот эта вот история кажется совершенно незначительной, но просто вдруг кто-нибудь захочет пойти, например, в зоопорт, ну, я не знаю, ну, вот понравилась ему эта клиника, хочет он испытать царство просрочки или возможную гибель своего питомца. Вот, просто имейте в виду, что возможные цены, которые будут указаны на сайте, которые вам говорили до этого, будут неверные. А если в итоге сумма будет несколько раз больше, вам ответят, что вы сами дура или дурак, сами виноваты, ничего не поняли и вообще уплачиваете гроши, и вот ваша просрочка. Врач, ну, опытный, не знаю, просто так переживаю за собачку свою, поэтому спрашиваю. Ну, кастрация – это элементарная операция, элементарная операция, ее могут сделать даже практиканты. Врачи у нас все здесь опытные хирурги. А теперь понятно, идешь к опытному хирургу, а делает тебе операцию практикант. Как здорово! А предупреждать нельзя, чтобы точно знать, что из зоопорта нужно бежать. Ну, а пока вернемся к нашему врачу в кавычках. Какая вы, какую вы ответственность несете за чужие жизни, да? Ведь жизнь кота – это тоже чужая жизнь, правильно? Вот вы сейчас этому клиенту будете рассказывать, что вообще такая ситуация? Знаете, я монтирую это видео на протяжении всего моего монтажа. В общем, вам не кажется, что врач, который на простейшей операции сегодня убил кота, ведет себя странно? Это улыбка все время, странные кивки, как будто они похожи на адекватное поведение. И уж тем более, это вообще не выглядит как врачебная этика. Хозяин о том, что может быть индивидуально не ты. Когда хозяин подписывает, он всегда написывает, что... Ну, любое согласие не покажите. Это спокойно, из-за рук, во-первых. Нет, серьезно. Меня одну смущает, что на протяжении такого важного разговора врач откровенно угорает. Ну, не вопрос. Готовность быть в сердце или нет? Ну, подождите, я сейчас сама сначала прочитаю. А это вы, да, проводили операцию? А можете представиться, пожалуйста? У меня еще есть. Ну, прочитайте на видео. Уроков Егора Николаевна. Спасибо, я не почитала еще где-то. Но мы вам дальше не должны вас лежать. Почему? Нет, мы хотим сейчас ознакомиться. В чем проблема? Ну, пока полицию ждем, мы ознакомимся. А вы как-то будете там освещать? Вот я хотела вам кота принести. Оказывается, здесь у меня не смогут. Еще не только от кастрас, еще и от корма. Вы будете как-то в соцсетях это рассказывать? То вы все-таки сторис позитивные. Как будто ничего не произошло. Будете как-то освещать это или нет? Нет, наверное, я прекрасно. Я понимаю, что и у людей так же люди умирают. Мы сейчас не прорезаем. Мы сейчас конкретно вот про ваш сегодняшний случай. Как вот оказалось. Я понимаю. Вопрос вам задала. Оказалось то, что я сегодня коту. Ну, это было бы честно, да, наверное? Да, рассказать в соцсети. Говори, что такое может произойти, а не давать там надежду какую-то. Большинство, да, большинство, то есть большинство практикантов в медколледжах могут провести кастрацию, при этом совершенно не на портачу. Ужасы зоопорта номер 8. Самый страшный. Не единожды и случаи смерти животных, о которых умалчивает клиника. Почему в зоопорте опасный вирус перитонит? Передается животному животному. Почему животные в зоопорте умирают? Человек вот готовится подавать иск КП за ампорта. Интересно. Еще более интересно, что когда на следующий день уже моя подруга пошла к ним, чтобы получить все необходимые документы. Ибо на одном только этом видео никто не планирует останавливаться. Они нашли вот такой вот огромный журнал кремации и расписок. Сопоставляя это с нашим опытом, с просрочкой и с тем, что пишут не фейковые отзывы, становится страшно. Репутация есть репутация. Ясно вам? Это репутация. Всем этим шоу, которое вы устроили. Всем этим шоу, которое вы устроили. Шоу, которое мы устроили. У меня нет сил что-то писать про это. Шоу. Серьезно? Ладно, давайте немного отвлечемся. Пришли потенциальные клиенты. Нет, нет. Не, не, на пьем. Стойте себе. Ой, ну не знаю. Пусть они вам честно скажут все или нет. Так что случилось-то? Мы пока пытаемся задаться. Она обязательно записает в таком случае. У нас собака вон с улицы. Это мы вон там записывали. Сука. А мы врачи? Да. Пойдем. Да ну на. Не будет я с тобой врачи. Вы знаете, когда я смотрела этот прогмет, я так рада, что эти люди ушли. Их питомца обошла, возможно, участь нашего. Вот реально я хочу, чтобы как можно больше людей узнали про всю эту ситуацию и не водили туда своих питомцев. Как вы уже поняли, ребята вызвали полицию на просроченный товар и все это время ждали ее. С приездом полиции пришла вот эта женщина, которую отправили как представители ветеринарной клиники. Потому что у владельцев зоопорта был насыщенный день и они были заняты приоритетными вопросами. Мы к этому еще вернемся сейчас, в момент, когда приехала полиция. Здравствуйте. Хотелось бы написать заявление. Да, привет. Что случилось? Вот, и также, если по возможности, я укажу в заявление вызов участкового, так как здесь имеется просроченная продукция. Участкового, вы сейчас пригодите. Я в первую очередь на просроченный товар и прошу издать данную продукцию. Я также прошу сделать это участкового, чтобы непосредственно он сделал опись, чтобы в дальнейшем эта информация передалась в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор не выездной у нас сейчас, к сожалению. Поэтому полиция передает им информацию о каких-либо нарушениях и дальше Роспотребнадзор уже производит проверку. Вот, и факту нарушения. Поэтому это очень важно указать, чтобы они это зафиксировали. Вы здесь будете? Да, мы даже знаем. Полиция приняла заявление. Она все зафиксировала. Они дали какие-то советы и спросили, будут ли дальше девушки дождаться участкового. Ну, конечно, будут. Ребят, ну и, конечно же, ни в коем случае не пишите никакие отзывы, ни в коем случае не озвучивайте свое мнение, не звоните по этим номерам, не обращайтесь и не задавайте вопросов, а что здесь происходит. Все, мы дожидаемся тебя. Спасибо большое. Проводили полицию и сейчас ожидание участкового. Просто задумайтесь. Они накручивают себе отзывы. И реально, если не копаться и не читать вот вообще прям все-все-все-все подряд, а отзывов очень много, ты даже не найдешь плохие. И вот реально подтверждение этому еще от них людей. Потом еще был очень странный диалог, ничего такого не хочу сказать, но меня так сильно напрягли фразы, что А мы что, в любом случае будем дожидаться участкового после того, как этот недоврач начал общаться на тему того, что зачем вообще продукты убирать, а зачем их взымать, и вообще как же так все это происходит. Скорее всего, мне кажется, но он как будто хотел замять конфликт, вам так не показалось. А потом приходит анализ этого момента. Видео реально, вот знаете, ни один кликбейт не передаст то, что сейчас будет происходить в видео. Но перед главным аморальным трешем приходят другие клиенты. А что, Анатолий, что жало? Мы что-то не пишем. Просто после этого нам тоже что-то скотское отношение с людьми. А что случилось, если не секрет, у нас просто тоже... Ну, на наши часы были записаны, а вот сейчас... Мы подъехали, общая литровая машина, нам позвонили, на полтора часа мы должны задержаться. То есть машину они нам оплатят или кто? Это главное еще ничего не можем вам подсказать. Лечь о нем. Я опять. Трагиция определенно не будет. Возможно, тем, что наши девушки там были и эти посетители сохранили жизнь и здоровье своего котенка. Если до этого вы смотрели видео и у вас где-то злость была, где-то, возможно, даже было смешно, то сейчас я просто вас предупреждаю. Вас реально сгорит. Когда вы увидите представителя ветклиники, вас реально подорвут. Извините, а покажите, пожалуйста, вот эти препараты. Мне показали. Почему? Да просто. А зачем? Вы покупать будете. Возможно, вас это касается. У вас больное животное или что? У нас или что? Потому что из ветеринарной клиники зоопорт не стало нашего кота. Вы покупать будете. Возможно, вас это касается. У вас больное животное или что? Посмотрите на это лицо. На эту улыбку. На эту радость. А знаете, когда я улыбалась? Когда приходила домой к моей подруге, а там маленький Пич. Когда радовалась тому, что этот котенок засыпает на моих коленях. Когда делала смешные фотки Пича. Когда мы обсуждали игрушки. Как обсуждали в теории. Подружились бы мои и ее котенок. Вот тогда мы улыбались. А сейчас у нас... Или что? Можно вас докасается. У вас больное животное или что? Как вам такое? Эта женщина издевается над смертью кота. Вы думаете, что может издеваться на люди, которые потеряли животное? Молодцы, девочки. Делать вам вот нечего. Вы отвлекаете людей, которые занимаются реальной помощью. От чего? От чего отвлекаем? Вы отвлекаете людей, которые занимаются реальной помощью. От чего? От чего отвлекаем? От работы. От какой? Ой, я что-то не вижу здесь потока пациентов. Ну, сидят, кто их ограничивает, господи. Понятно. Ну, вам за неоценичу, привет. Ситуация, которая происходит, я хочу сразу разъяснить. Данная женщина приехала вместо владельцев помогать администратору и отслеживать происходящее. Ну, и писать отчеты, что происходит владельцам, потому что из телефона она не вылезает. Как вы понимаете, они слишком заняты своими делами. Все-таки пятница, вечер, нужно пойти на стретчинг, отдохнуть. Поэтому почему бы не делегировать? Кстати, мне отчего-то кажется, что это хитрый план владельцев не ехать самим. Ибо самим бы пришлось привозить лицензии и оригиналы сертификатов. А тут вроде какая-то женщина, и можно сказать, что мы вообще ничего не знали. Мы на стретчинге, ну или на танцах были. А то, что там какая-то женщина, так это и не мы вовсе, и с нас взять нечего. Достаточно хитро. Но это так, всего лишь мои мысли. А вот вы там запрещаете что-то, да? Ну, мне просить показать, например, препарат. Я не запрещаю, абсолютно ничего. Две минуты назад. Извините, а покажите, пожалуйста, вот эти препараты. Администратор нарушал закон. Вы знаете, что за отказ в обслуживании имеются штрафы? Да, вы что говорите? Да. Нет, не знаю. Первый раз. Ну вот я вам рассказываю. Интересный выбор человека, который вообще ничего не понимает и ни в чем не разбирается. Даже какие-то элементарные вещи не знает о том, что существует право потребителя, и нельзя отказывать человеку в обслуживании. Выбор владельцев, конечно, поражает. Хотя, в целом, учитывая все безобразие, которое и мракобесие тут происходит, есть вероятность, что владельцы сами ничего не знают и просто создали этот бизнес, чтобы зарабатывать деньги, а так им вообще на все наплевать, в том числе на жизнь животных. Я считаю, что эта ситуация стала еще более показательной. Как владельцы за упор относятся? Ну, вроде, в наших меньшем, как относятся к своим же сотрудникам, как относятся к своей работе, что они вот такого вот человека отправляют, ну, на обсуждение ситуации, которая на самом деле критическая, потому что смерть животного, полиция, ждем участкового, просроченные лекарства, просроченные медикаменты, или я не права? Нарушал закон, вы знаете, что за отказ в обслуживании имеются штрафы? Да, вы же только говорите. Да, ну вот я вам рассказываю. Спасибо. Еще что-то расскажете? Могу, да. Да, давайте. Вот честно, как бы занимается и время людей, и мое время. Так вы занимаетесь своими делами? Я самыми делами занимаюсь, я стою, чай пью. Не, вы влезли просто, как бы я общаюсь с администратором, вы влезаете, вы третье лицо. Как-то некрасиво себя ведете, мне кажется. Да? А я, наоборот, считаю себя очень красивой женщиной. Я говорю, некрасиво себя ведете, как это? А, я поняла. Извините, я не расслышала, я просто, у меня уже, знаете, приклонный возраст, я немножко глуховатая. Ну, к врачу запишитесь тогда. Если вы отказываетесь... Я бы попросила не снимать. Мало ли, что вы попросили. Закон таков, можно снимать на видео, фиксировать, собирать информацию. Кто-то снова оказывает. Я фиксирую, потом Роспотребнадзор придет, у меня будет доказательство, что вы отказались. Знаете, таким клиентам, как вы, очень даже, я бы даже с вами разговаривать не стала. Ну, вы разговариваете, вы сами идете со мной. Вызываете, вызываете. Потому что вы находитесь... А полиция вышибала или кто? Чтобы они меня выдворяли, да? Нет, вы находитесь на частной территории ветеринарной клиники. Общественное место, имеется режим работы, оказываются услуги за деньги. Ага. Они могут научиться. Частная территория, когда вот сейчас вечер настанет, закроются двери, и частная территория. Так что съемка здесь разрешена. Помогают животным, мы поняли. А то, что просрочку продают, это норм, да? А вы купили просрочку, да? Ну, какая вам разница? Почему вы думаете, что я вам что-то буду рассказывать? То есть вы оплатили, вы купили просрочку? Возможно, возможно. Да? Да. Не жалко меня как потребителя? Вас? Моего котика, да. Абсолютно не жалко. Не жалко моего котика? Абсолютно. У вас это касается? Больное животное или что? Круто говорить такое человеку, который пришел сюда по факту того, что кота его подруги сегодня тут убили. Это издевательство. У вас больное животное или что? Мое животное было здорово, а теперь его нет. И ты стоишь и насмехаешься над чужим горем. И демонстративно говоришь, что тебе не жалко? Абсолютно не жалко. Не жалко моего котика? Абсолютно не жалко. Он такой же, такого же цвета, как у вас волосы. Очень хорошо. У нас тоже три котика дома. А у моей подруги дома ноль котиков. И вы будете говорить что-то о любви к животным и заботе о них? Я просто говорю, вам не жалко котиков, которые потребляют это в пищу? Я не вижу таких котиков, которые вы потребляли это в пищу. Хозяин когда дает питомцу еду, он смотрит, что он дает. Не факт. Прежде всего. Он не обязан, понимаете, проверять срок годности. Тут может быть логичный вопрос. А что, хозяева совсем дураки? Не смотрит за тем, какой срок годности написан на товаре, который они покупают? Я уверена, что после этого видео все наверняка будут смотреть на сроки годности еды, которую они покупают. И на сроки годности лекарств, которые они покупают. Даже если они покупают их не в интернете, а, блин, в ветеринарной клинике. И знаете, вот если говорить честно, мне бы и в голову не пришло, что если я прихожу в ветеринарную клинику и покупаю там, блин, корм или лекарства для своего кота, или для своей собаки, мне бы даже в голову не пришло, что я в теории могу покупать просрочку. Закон для того и существует Продавец обязан сам проверять сроки годности И не выставлять их на полку Я могу взять и не спрашивать Но вы не предполагаете, что вам говорят, что это витринный экземпляр Мы вам сейчас принесем со сквозь Кто говорит? Вы опоздали, вам надо было здесь быть час назад И придумывать свои отмазки тогда Да я ничего не придумал, девочки Вы ничего не купили, вы заняли время Да с чего вы это взяли? Вы вызвали полицию А вы что думаете, что это не опишут? Вы думаете, что это описи не подлежит или что? А вы мое время занимаете своей болтовней Я вынуждена этот бред слушать И посмотрите, как она переносит ответственность того Что в их клинике продается просрочка на условного хозяина Вы вообще вдумайтесь, что она говорит Просто вдумайтесь Это значит, что теперь, значит, везде В любом магазине можно купить просроченные медикаменты Просроченную еду, возможно, даже специально отравленную Но ты как хозяин, ты как человек, который покупаешь эту еду Обязан сам нести ответственность за то, что ты купил в магазине Или в клинике, там, не знаю, в больнице Еду и ей отравился Ты во всем виноват Не они, они нет Это же ты купил Мы просто будем продавать просрочку Мы просто будем продавать отравленные лекарства Ну а ты сам виноват, если что Охренеть Охренеть Кстати, вот вам рандомный факт Я зашла в отзывы числа 20 сентября Чтобы посмотреть, может быть, что-то изменилось Что общение там сделали Что накрутили И обнаружила отзывы 20 сентября Вот такого вот содержания Тут тоже человек жалуется, что все просрочка В том числе лекарства То есть наша трагедия произошла 15 числа Но владельцам этого, так скажем, заведения Потому что ветеринарной клиникой у меня язык не поворачивается Назвать было важнее посмотреть Дисней Рассказать о том, как классно не проводят время Кофеек, там занятия всякие разные Но брать просрочку Нет, еще раз повторюсь Наша трагедия и видео Это было снято 15 сентября Отзывы начинают поступать даже после 15 Участковый сюда приедет, чтобы сделать опись товара Если вы не поняли А если участковый не сможет Значит, приедет следственная оперативная группа этим заниматься Ой, девчонки, вы хоть понимаете, что вы говорите? Ну да, а вы? Я, например, не понимаю Ну, это комментировать я не знаю, как Здесь можно какой-нибудь мьем даже Это здоровье питомца Как же вы не понимаете? Сердца у вас нет, что ли? Нет, нет у меня сердца Зато три котика, собака, шаншилла Еще раз В этой ветклинике оборвалась жизнь нашего кота Сотрудники, или я не знаю, кто это Но эта женщина, которая явно знает в клинике Ржет с этого Ржет с этого И говорит А ну да, с этого у нее есть коты И шаншилла Знаете, очень интересно позвонить в эту клинику И спросить, ну че, как он там живет со стремя-то Живыми котиками и шаншиллой Не жалко меня, как у других детей? У вас, моего котика, да Абсолютно не жалко Не жалко моего котика? Абсолютно не жалко Это и смотри на себя Гиперактивные подростки Гиперактивные подростки? Да, мы же все подростки Объясните, почему он все время улыбается Это нормальная реакция, когда ты пару часов назад Убила здорового котенка, а потом тебя спалили За просроченной едой и лекарствами Потому что наши три котика появились просто по-моему А вы считаете, что типа, ну это мерило Вашей крутости, что у вас три котика, а у меня один Нет, мы заботимся Может, у меня еще собака, лошадь и змея Откуда вы знаете? Может, у меня много животных В роду, да, там? Срок годности 2 года, а там дата изготовления А сейчас супертреш на вопрос Почему тут просрочка, она оговорилась То есть, вы подтверждаете, что тут халатные сотрудники? Я сказала, что было халатные сотрудники Ну, значит, если тут была халатность сотрудников, то... У нас тоже очень много халатных сотрудников Уже есть Эта женщина ушла и уже к 21-му приехал участковый Сделать опись Хотела купить корм для котика А тут оказалось очень много просрочки Также я попросила декларацию соответствия на продукты Вот просрочный товар Ничего из этого предоставлено не было Была предоставлена какая-то ксерокопия незаверенная Вот это все, эта просрочка Я не могу так сказать, знаешь, что точно или нет О, ничего Садики ваши? Да, мы ничего не знаем Я на этом пиляре просто заменяли Я сразу пришла и раз попросила Я вас... Девушка, знаете, что там? Я за накладные Сейчас, подойди ко мне, подойди Мы сейчас данный товар взымаем Протокол у вас не подключается Соответственно, нужно просто эти Занушевое помещение ваше Вы будете в этом? Ну, такая история, что эта бодрая особа Быстро свалила, как только участкового увидела Просто посмотрите, девушка-администратор Которая вообще ни хрена не понимает, где она работает К ней тоже много вопросов Но также и руководство вопросов не меньше Кого вообще на работу нанимается Почему вас человек ни хрена не знает? Почему человек, который ни хрена не знает Которого ни хрена нет Которого вообще с ее же слов тут даже не работает Почему она отдувается перед участковым За ваше заведение? Стоит просто на истерике Эта женщина сидит там у себя в углу А в это время владелица этой всей истории Ну, точнее, формально она жена владелица Но это другая история Потому что везде в социальных сетях Она заявляет, что клиника ее Сидит там, занимается стрейчингом Фильмы смотрит в интернете Выкладывает сториз Давайте вот с этим начнем Если можно попросить, чтобы вы спросили Как раз на медикаменты, которые продаются Лицензию, сертификаты Потому что это вы не знаете На самом деле мы уже сходим с ума, ребят Мы тут уже очень много... Часа четыре где-то Часа четыре? Да, это очень долго У нас уже мозги немного поплыли Но дело сделано Если вы думаете, что это все, то, конечно же, потом пошли в угрозы Вот полицейский только что сказал, что их оштрафуют В том числе тогда остаемся Такой повторный запрос Уже в вашу сторону Какой повторный запрос? А, еще полиция? Так вот же обращайтесь, пишите Отдельно Отдельно Отдельно, вот сотрудники полиции Сейчас будет Сейчас будет, вы угрожаете? Нет Пока Молотова была на улице с участковыми представителями полиции Внутри произошла такая очень интересная ситуация Крайне интересный диалог Я бы хотела обратить на него особенное внимание Потому что я считаю, что очень крайне будет неправильно Если владельцы, когда поймут, что ситуация действительно уже пахнет жареным А она реально уже воняет Будут спихивать это все на сотрудников Потому что эта бойкая женщина, которая изначально сидела там И строила свои потрясающие лица Показывала свои надменные эмоции И издевалась над смертью кота над владельцем То теперь, как будто бы, она уже не так веселится И пытается спихнуть всю ответственность на сотрудников Здравствуйте, понимаете, что никакая ответственность Невосколько Если у вас нет, то у вас нет То у принято Не принято Тогда у вас нет Сотрудников и новых не значат Это всегда так делали Хреново, работаешь, уволен И нет Не должны только лишь исключительно сотрудники Нести ответственность за то, что у вас такое мракобесие Этих сотрудников нанимают владельцы клиники Владельцы клиники несут ответственность за все, что внутри происходит А не только лишь сотрудники На которых очень, видимо, легко спихнуть всю ответственность И продолжать в это время заниматься своими делами Извините, сотрудники полиции Тут, я так понимаю, человек хочет написать заявление на нас Он сказал, что сейчас какие-то другие приедут сотрудники с нами разбираться Я просто не очень поняла Только что вот этот парень сказал, что вы остаетесь Сейчас другие сотрудники полиции что-то приедут Я говорю, вот сотрудники. Это понятно, но сейчас прям угроза была. Мы можем, можете проконтролировать, чтобы девочки вышли, чтобы мы как бы нормально могли покинуть. Пусть выходим, девочки. Девочки, выходите. Что-то сотрудник полиции с вами не согласен. Все, выходим, спокойно. Спасибо, добро. Я, честно, не знаю, как заканчивать это видео. Я не знаю, что еще сказать. Я все еще ни в коем случае, вообще ни в коем случае, ни в коем разе не прошу вас писать какие-то отзывы за опорту. Конечно же, я не прошу вас, если вдруг вы там будете рядом где-то гулять, заходите, спрашивайте, что происходит. Конечно же, я не прошу вас распространять это видео. Все же все понимают. Берегите себя. И берегите своих животных. Все, всем пока.